А теперь к новостям спорта. В Славянске-на-Кубани прошел девятый отборочный этап турнира по силовому экстриму «Сила казачьих дворов». На спортивном празднике силой выносливости и мужественности побывала и наша съемочная группа. Анна Монастыренко с подробностями. Славянск-на-Кубани впервые принимал участников турнира по силовому экстриму «Сила казачьих дворов». Атлетов и гостей спортивного праздника поприветствовал атаман Славянского районного казачьего общества Александр Семко. Это праздник, настоящий праздник мужской силы. Хочется, чтобы вам город наш Славянск-на-Кубани запомнился тем, что мы также любим этот вид спорта, также мы его пытаемся развивать, ну а спортсменам пожелать самых высоких результатов и мужской дружбы. Перед началом соревнований участникам объяснили правила выполнения заданий каждого спортивного этапа, а их было четыре. И все были интересными и трудными в исполнении. Сначала атлеты за максимально короткое время должны были пробежать эстафету с коромыслом, роль которого выполнял железный гриф и две гири по 16 килограммов, а затем сменить коромысло на мешок весом в 60 килограммов. Второе задание тоже оказалось непростым. За одну минуту нужно было как можно больше раз поднять бревно весом в 60 килограммов. Было сложно, но все участники справились. А я напоминаю, друзья мои, кто хочет подробно снаряд, то просим. Следующий. Вот так, вот так, потихонечку. Также участники турнира состязались в удержании веса на вытянутых руках на максимальное время и их становой тяге. Вес штанги, которую поднимали силачи, 120 килограммов. За победу в турнире боролись семь славянских богатырей. Большинство из них спортом занимаются для себя в свободное от работы время. Приять участие в турнире они решили, чтобы проверить свои силы, посоревноваться с друзьями, ну и, конечно же, подать пример подрастающему поколению. Выбрал сегодняшнее участие, так как мне нравится этот вид спорта, просто для души. Профессионально не занимался никогда. Но так как раз в городе у нас проводится, решил сходить на такое чудесное мероприятие, как силовой экстрим. Это же одно исправление, правильно. Ну и молодежь, конечно, сейчас будет смотреть, брать правильный пример. Молодежь, приходите в спортзал и занимайтесь спортом. Придерживайтесь только здорового образа жизни. Ну и много ешьте, слушайте взрослых. По итогам выполнения всех заданий первое место завоевал Артем Вартанянц. Вторым стал Николай Цепушкин, бронза у Сергея Борисова. Призеры соревнований примут участие в финале турнира «Сила казачьих дворов», который состоится осенью. В том году мы провели первый фестиваль. Он был не столько много этапов, у нас всего было пять этапов. Но потом после этого был в Краснодаре финал, очень красочный финал. В этом году у нас уже вот в Славянском Кубане это девятый этап. Надеемся, что десять этапов у нас будет минимум. Ну потому что их было бы и больше, но время ограничено, потому что к финалу тоже нужно подготовиться и спортсменам, и организаторам. А финал, скорее всего, состоится в сентябре в Усть-Лабинске. Там есть очень хорошая тематическая площадка. Упражнения будут схожи с этими, но чуть-чуть, конечно, потяжелее и чуть-чуть поинтереснее. Подобные соревнования проводятся для популяризации силового экстрима среди молодежи и привлечения внимания к этому виду спорта. Также они показывают, что на Кубане живут настоящие богатыри, которые не боятся трудностей и готовы посостязаться в силе и выносливости. Анна Монастыренко, Станислав Брубыко, программа «События». Три, четыре.